Я вас приветствую. Решила отдохнуть, посидеть на лавочке. Садитесь, садитесь. У меня уже вечер, после трудов. Я ж уборку делала сегодня. Ой, сейчас расскажу, что я еще сделала. Обмотала свои эти стулья вышитые. Обмотала их пленочкой со всех сторон. Позаклеивала скотчем еще. Ножки я не очень обматывала. А что тем ножкам сделается? Им ничего не сделается. А именно вверх, саму вышивку. Знаете, так легко сказать, обмотала. Стулья тяжелые, деревянные. Рулон этот безумно тяжелый. Ой, кошмар какой-то. Ну, я так, знаете, включаю там какого-нибудь политического деятеля. А что я делаю? А, швейца. Швейца слушала. И пока он там что-то бубнит, а я в этот момент делаю. Он там это, как это, лякав, лякав кусик. Переведу, а то, может, русские не все понимают. Запугивал. Запугивал. Как там проголосуют, как там. И это очень про голосование. Про голосование, про голосование. Страшное дело. Рассказывал. Ну, я так тут одним краем уха слушаю, а тут заворачиваю. Это я вам сделала красиво. Чтоб вы не просто сидели на лавочке, а чтоб еще вам было красиво. Это Сеншин, если кто не знает. Это орхидея, которая пахнет. Они еще называются парфюмерная фабрика. Знаете, я повторяю, не все же это знают. Не все увлекаются орхидеями. И я так сижу, и на меня такой, знаете, аромат. Аромат доносится. Такой легкий, тонкий аромат. Приятный. Вот. Поэтому. Вот это я этим занималась. Ну, а еще, знаете, чем занимаешься? Туда-сюда. Сюда. Туда переносишь для упаковки. Назад переносишь запакованное. Тут 30 раз то разбираешь. Вот вы сейчас смотрите, да? Вот я вам хочу сказать, что любое видео, это иллюзия. Иллюзия. Вот вы сейчас смотрите, я такая тут сижу на диване. И тут так это все. А что делается на диване, вы видели в предыдущих видео. Тут это все, то, что надо упаковывать. Тут упаковочные материалы. Поэтому и тут я сижу, знаете, как это. Как роза на помойке, так сказать. Что я еще сделала? Я позвонила своей соседке. Не Наташи, другой. Другой соседке. А это другая соседка Дина. Она недавно перевозила еще одну соседку. Ну, ту я хуже знаю. Я пару раз его видела. Которую тоже переселили. Из этого, нашей вот этого, как сказать, райончика этого маленького. Из шести домов. Ее переселили уже давненько. Туда, вот куда я езжу, в Токапуну. Вот в тот район. Она захотела в тот район. У нее там подруги живут. Еще кто-то еще. Она захотела туда. Ее переселили. Переселили. Но что-то ее там поселили неудачно. У нее случились какие-то там недоразумения с соседкой. С другой. И какие-то там у них трения получились. И она обязычилась. А знаете, вот если у тебя случается что-то такое с твоими соседями, которые, ну, та соседка на эту мою, так сказать, немножко знакомую. Ее, ее, конечно, соседка. Она, ну, что-то там, знаете, так выступила не очень хорошо, не очень красиво. Поэтому, как сказать, заявляешь об этом, пишешь, так сказать, заявление и так далее. Тебя переселят. Если вот тебе что-то, здесь так, если в твоем жилье тебе что-то, так сказать, не подходит, или оно чем-то тебя достает, вот так скажем, достает, то тебя могут переселить по твоей жалобе. Ну, например, у тебя какой-то там полуумный сосед, алкоголик, да, и он ходит, может быть, и дверь там молотком стучит, или еще что-нибудь такое делает. Вот, это причина для того, чтобы дать тебе другую квартиру. Да, здесь так. Да, я понимаю, что для нас, как бы, для самковых людей это очень удивительно. Ну, а здесь так. Здесь хотят человеку создать такие условия для жизни, чтобы он жил хорошо и счастливо. Это все в их руках. Вот. Так вот, значит, поскольку это моя соседка, перевозила ту, потому что вы хорошо знакомы, на другую квартиру недавно, в новый дом совершенно, только построенный новый дом, там получила, отсюда ее переселили и дали односпальную, да, ну, как по-английски, однобедрумную, то есть одна спальня, гостиная, кухня, там и одна спальня. То теперь ее переселили, там и две спальни дали ей такую квартиру, потому что односпальных мало квартир больше, двухспальных, трех и четырехспальные есть. Ну, вот ее переселили там, в том же районе, где она хотела, только в другой, в другой дом. И я теперь спрашиваю, Дина, насчет этих коробок, потому что, знаете, видите, я все время так думаю, за эти коробки, эти коробки, у меня вообще их было много раньше, мне и дочка отдавала, у нее были коробки еще когда они переезжали, с одного дома в другой, и у меня как-то они долго лежали, потом, как, ну, если вы помните, кто я рассказывала, что меня уже на очередь ставили один раз, и я уже тоже так ожидала, три года продержали на очереди, потом, значит, мне ответили, так не очень хорошо, типа, да ты не нуждаешься. Да я же не нуждаюсь, я просила меня перевезти в другой район, но поскольку это было мое желание, и не было никаких таких, знаете, факторов, что мне там соседи в дверь стучат, или там по мне молотком хотят постучать, вот, поэтому мне, ну, как бы отказали. А я же тоже упаковывалась уже, поэтому я уже эту упаковку прошла один раз, ну, не все, не все, я только там посуду упаковывала, еще какой-то тоже от нее очень надо, оно у меня простояло почти три года, и кончилось тем, что я все это распаковала и коробки выбросила. Вот, ну, и я спрашиваю, значит, Дина, там, сколько там коробок? Много привозят, мало привозят? Я хочу объяснить сразу. Значит, если, как вот некоторые люди пишут, там они приедут со своими коробками, упаковочным материалом, понимаете, это другое дело. Это если ты заказываешь там, сам ты переезжаешь и сам заказываешь, ты можешь вообще заказать здесь такую компанию, такую компанию, которая, ну, у вас, я так понимаю, что у вас там тоже есть такое, у всех. Я просто объясняю. Можно заказать компанию, которая сама тебе все упакует. Придут люди, все твое поскладывают в коробочке, ты будешь только это руководить, и пальцем не касаться. Пожалуйста, заплати и лети. И тебя перевезут. Тебе все упакуют. Здесь есть компании, которые перевозят там специально какие-то, знаете, если у тебя там есть какой-то антиквариат, может быть, там какие-то антикварные какие-нибудь там статуи, скульптуры, или там, я не знаю, что там еще такое, какие-нибудь там вазы какой-нибудь там. Пяти тысячелетней давности. Тебе это тоже все перевезут. Есть специальные люди. Но меня-то перевозят государство. То есть, как бы так это сказать, бюджетный вариант. Бюджетный вариант. Поэтому я говорю, Дина, ну, коробки как там это. Она говорит, ты знаешь, ты типа как это, не будем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. И поэтому, она говорит, если есть какие-то коробки, только, говорит, упаковывай. Ну, так я так и решила, что я буду ждать. Поэтому я теперь буду с интересом ходить к себе на мусорник чаще, чем раз в неделю. Ну, больше у меня мусора нет. Обычно я как раз в неделю хожу выбросить мусор и то, что там на переработку. И оттуда коробки. У нас много выбрасывают люди коробок, потому что, как я уже говорила, наш дом, это не тот дом, где люди вот живут так постоянно. Это дом под сдачу. То есть это как бы квартиры под сдачу в основном сдают. Поэтому здесь люди живут три месяца, четыре месяца, пять, год. Есть такие, которые владельцы и сами живут в своей квартире, но таких мало. В основном вот такие вот все, которые квартиры сдаются, а владельцы где-то живут. А приезжают, кто приезжает? В основном студенты, азиатские студенты приезжают. Бедные не приезжают сюда. За приезжают люди с деньгами. И вот они себе покупают. Вот они приехали сюда, им взаётся квартира со всем, со всем. С мебелью, со всем на свете там. С чайниками там, микроволновками и прочим. Но некоторые люди хотят купить что-то для себя. Вот как я коробочку нашла из-под этого, аэрогриля. Или те люди, которые тут живут. Они тоже могут что-то покупать, вот как я покупала, а коробки выбрасывала. Ой, сколько я их повыбрасывала. А какую же я последнюю такую какую-то большую выбрасывала? А, из-под этого. От рэпа. Из-под этого роллера. Зачем же я выбросила эту коробку? Но я не знала, что так быстро будет это всё. Вот. И поэтому часто приходишь туда, там лежит такой новенький ящичек, его только распаковали. Ну и много там таких лежит. Поэтому теперь я буду с интересом ходить туда на мусорство. И смотреть на ящики, приносить оттуда. И знаете, это уже будет хорошо. Я уже буду не просто складывать, как я сейчас заворачиваю, и складываю там в эти пакеты. А это я уже прямо буду укладывать в ящики, заклеивать, наклеивать надпись, что там внутри находится. Будет уже готово. к транспортировке. Вот. Поэтому. Это же я пока с соседкой, пока мы это там обсуждали, пока это она мне рассказывала, пока там это. Проболтали. Тоже, наверное, часа полтора по телефону. Ой. Это я бросаю взгляд на свои цветочки, и всё же это мыслишь, мысли. Значит, как буду перевозить. Ну, повторю ещё раз, а то, может, знаете, не все поняли. Значит, как я буду перевозить свои цветы? Я буду цветок доставать из вазы, и с помощью вот этой белой бумаги, которая такая, очень такая, плотная, твёрдая, я буду каждый такой цветок запаковывать, как букет. Только повыше, чтобы ещё и сверху так, чуть-чуть там оставалось, чтобы он не торчал, как букет, да, из упаковки, из букетной. А же он такой там был, там, там, в этом. Всё, заклеила этот букетик, или там, степлером, пристеплила, и всё. И буду это укладывать потом дочери там в багажник. А те, которые поменьше, вот эти вот, в ящички поставлю. Ну, так я планирую. Ну, а эти вазы уже там будем как-то решать. Отдельно будем что-то делать. Ну, а ещё я спросила у соседки, как с ключами. Я говорю, Дина, а как, типа, ты вот будешь выезжать, и кто-то будет, представитель, стоять тут? Она говорит, да нет, никого не будет. Значит, выедешь, а ключи потом отвезёшь. Куда там? В офис. Я говорю, что, ну, если, допустим, мы всё не успеем, потому что, как получается, ну, вот машина погрузилась, да, и поехала. Ну, и мы, допустим, за дочкой поедем следом. Я так понимаю, цветы мы погрузим уже, погрузим к этому времени тоже. Они уже будут упакованы заранее, для того дня. А мы их погрузим тоже. И поедем. Как-то в спешке, да, ну, мы же должны ехать быстро за ними, чтобы люди нас там не ждали, а то ещё и быстрее приехать, чем они, может быть. А может быть, надо будет как-то потом тут, не знаю, вернуться или... А может, им удастся действительно всё это, знаете, сразу всё это погрузить, 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 и всё, и закрыть, и уехать. Ну, а ключи потом отвезти. Лучше бы, конечно, если бы кто-то был. Если бы кто-то был, было бы лучше, потому что ты бы сразу эти ключи отдал, и не надо было тебе куда-то там переться, их куда-то там в офис везти. Ну, это можно договориться. То есть, всё это можно порешать там заранее. Сказать, что ваш этот офис, кто его знает где, он очень далеко отсюда, а от того, где я собираюсь жить, так ещё три раза дальше. Поэтому, может, вы всё-таки приедете и заберёте эти ключики. Ну, так. Или, может, как-то, не знаю, оставить кому-то, соседке оставить. Ключи. Всё равно, брать нечего будет. Да. А, или можно вот, пропить и менеджера оставить. У нас же есть как это, ну, типа управдома, да? Можно ему договориться, что я ему оставлю эти все ключи. Хорошая идея пришла. Хорошая мысля пришла не опосля, пришла прямо сейчас. Это так и надо. А квартплату повышают. Вот мне прислали сегодня письмо, чтобы мы тут посмотрели ваши, так сказать, доходы. И повысили. Вот год назад повысили. А здесь по закону в Новой Зеландии. Лендлорд. Лендлорд – это тот, кто сдаёт квартиру. Так называется. Ну, если это тётка, будет она там типа лендледи называться. Но обычно называется лендлорд. Значит, лендлорд может повышать тебе плату арендную раз в год на 5%. Вот. В прошлом году повысили мне. Было 124. Я платила в неделю. Доллара. А теперь прислали будет 130. А почему они повышают? Они повышают не потому, что им захотелось, и не повысили. Нет. Они повышают ещё почему. Нам же дают полгода, нам дают дополнительно деньги, ну вот к пенсии там, или кто на пособие, тем тоже дают. На свет. На оплату электричества, как бы на отопление. Ну, люди же включают эти обогреватели, да, электрические. Потому, что другого отопления у меня нету. И за счёт этого получается, что у тебя доход растёт. Плюс тебе там, это и там пенсии там, или ещё там что-то, тебе что-то там добавили немножко. И поэтому, а поскольку с меня берут 25% от моего дохода, вот сколько у меня недельный доход, вот сколько у меня берут 25% за жильё. Ну, не больше, чем рыночная стоимость. Так вот. Ну, до рыночной стоимости недалеко. Потому, что такая квартира, вот, чтобы её арендовать по рыночной стоимости, она стоит где-то 520, 550, 500 долларов, а в неделю, в неделю. Новозеландских, конечно. Кому интересно, через Google. Переводите, считайте там сразу на свои деньги. Чтобы понимали, сколько это стоит. Да, ну так. Когда я только получила эту квартиру, в 2006 году, я платила в неделю 46 долларов. А теперь 130. Есть разница. Так самое интересное, что они берут двухнедельный бонд у тебя. Что такое бонд? Любой лендлорд берёт у тебя бонд. То есть, ты должен дать ему деньги, не ему, не ему. Я неправильно сказала. Значит, вообще есть такая в Новой Зеландии, вот эта организация, не та, которая раздаёт квартиры, а такая, другая какая-то. И в эту организацию, ну, это как бы, как бы такая посредник, что ли, получается, или даже не посредник. Ну, короче, там эти деньги хранятся, которые вдруг, если ты вот снял у кого-то дом, да, ты снял этот дом, например, а потом ты там взял этот дом, поломал, ещё что-то сделал, а потом взял оттуда и выехал. А извините, кто-то должен ремонтировать. А так, в эту организацию вносятся деньги, вот это двухнедельный или трёхнедельный бонд. И потом, если ты съезжаешь с квартиры, и ты сдаёшь её, или там из дома, и ты сдаёшь её в хорошем состоянии, тебе этот бонд возвращают, при условии, если твой лендлор не имеет к тебе никаких претензий. Если он имеет какие-то претензии, он может заявить об этом, какую-то часть денег из тебя, так сказать, заберут и отдадут ему. Остальные тебе вернут. Ну, у меня там лежит за две недели 46-92 доллара. Вот они лежат 18 с лишним лет. Что значит лежат? Кто-то ими где-то пользуется. Ну, это такая государственная организация, которая упорядочивает вот эти отношения между лендлордом и между его, ну, по-английски это называется tenant, то есть человек, который снимает у него. Вот так. Воскольку я, как бы, арендую государство, то, ну, не знаю, как они теперь. Наверное, пересчитают и, наверное, возьмут с меня теперь 130 на 130, если они берут двухнедельный, 260 туда положат, ну, минус те, которые там уже лежат, где-то там они находятся, числятся, по крайней мере. Договор есть, это в договоре указывается между лендлордом и тенантом. Ой, товарищи, знаете, оно вроде бы так сложно, но с другой стороны все очень просто. То есть, ты там куда-то внес эти деньги, они не пропадут, никуда не денутся. Ну, если вот такие какие-то спорные вопросы возникают, то это очень удобно. За всякие такие претензии. Вот. То есть, это такие организационные вопросы. Поэтому, поэтому. Я разумарила уже своим переездом. Ну, что поделаешь, знаете, это ж видео про мою жизнь, про мою жизнь. А то, не знаю, я уже говорила или нет, приходят такие, которые там говорят, ой, наверное, говорила, может, не говорила, не помню. Да, да, пришла там с комментариями. Там, типа, ну, ты пойди там, посмотри какую-то там тетю Клюпу или там эту Маню из что-то Испании, что-то Португалии. Вот она так показывает, там что-то там интересно рассказывает, еще что-то такое. Господи, ну, если она тебе нравится, уходи туда, к ней, к ней. Что ты ко мне пришла? Я рассказываю про себя, про свою жизнь. Вот каждый день. Это такой дневник веду, ежедневный. Кто-то хочет со мной пообщаться, вот посидеть на лавочке, на такой хорошей, мягкой, то, пожалуйста, оставайтесь здесь. Кто хочет со мной дружить? Если тебе там нравится какой-то, знаете, ну, ходи туда, смотри. Кстати, кому-то нравится путешествия смотреть, кому-то нравится там смотреть, как готовят, кому-то еще что-то, ремонты квартирные какие-то нравятся, уходите туда. Кому нравится там, а то мне иногда люди пишут, а то там покажите, там по улице еще что-то, боже. Да у меня их там две сотни, наверное, у меня вообще на канале уже, наверное, чуть ли не 3000 видео за эти 4 года. Идите, заходите в плейлисты, там находите, в плейлистах там есть по темам, по темам, даже вот на этом видео, под ним там внизу, темы перечисляются. Посмотрели тему, и выбирайте себе такую тему в плейлисте, и смотрите там, обсмотритесь по Новой Зеландии, там и по пляжам, и по улицам, и дома, и там что хотите. Только смотрите. А, еще такой комментарий сегодня был. Знаете, люди заходят в видео, в твои, и совершенно не обращают внимания на даты. Ну и заходят там видео, говорят, от 4-летней давности. Пришла одна и пишет мне, не под этим видео, не под новым, а под тем видео, под каким, там, где я показывала, как я сама себя стригу. Ну так я себя стригла, я и сейчас себя стригу, просто, ну, как бы, ну, вы не видите этого. Пишет, не, не так, она зашла под новое, она под старое пошла, посмотрела видео, что-то там писала, а потом пришла сюда, под новое, вот, и пишет мне, шо это за прическа? Я только собралась стричься, типа, так как у вас там, в том видео. Знаете, таким, пахнула совком, совком, шо это у тебя на голове, как моя соседка говорила, ой, шо это у тебя на голове, ты там себе выстрих химию там выделал, да, как мы там делали 30 лет назад, ой, шо это у тебя на голове, шо это, прическа такая, шо это у тебя на голове. Ну, я написала этой тетке, шо я это, за хамство блокирую, и не терплю хамство, свой адрес. Ой, слушайте, а какая интересная новость была, сейчас, в двух словах скажу, вы, наверное, все видели, как это, SpaceX, вот так, ступень, приземлилась, и приземлилась, причем точно, на вот эту мачту, которая стояла ее, и вот так схватила, это такое потрясающее, потрясающее было видео, то есть, такой гений этого, Илона Маска, и кто там с ним работает, что они там эту ступень не сбросили в океан, как все время сбрасывают эти там, все остальные, а они ее, шшш, посадили, вот так вот, ужас, такая, знаете, здоровенная дура, падает с неба, а потом включается внизу двигатель, и она подходит, подходит к этой мачте, которая с такими руками, и та ее, упс, и обнимает, вот так вот, слушайте, товарищи, я вот смотрю это, и думаю, какой-то там, Вова Путин, пыжится, что он там такой лидер, какой-то там, мировой лидер, какой-то там, и страна, там, Россия, там, какие-то мировые лидеры, боже, какой мировой лидер, там, 17 век, одни нервы, такая убогость, люди показывают, такое, что полетела, а потом, бац, там, отстегнулась, выкинула туда, эту, саму, саму ту, сам корабль, который туда полетел, а эта штука, взяла и назад вернулась, сама, и так, бац, а та ее вторая железяка, схватила, представляете, вот что, что делают в Америке, а вот эти запускают, там, какие-то бешеные телескопы, которые где-то там, болтаются в космосе, и какие-то фотографируют, там, галактики, до которых миллиарды световых лет, то есть, тех галактик уже, может, и нету, а свет только до нас долетел, то есть, мы видим их такими, как они были миллиард лет назад, когда нас еще не было, и близко тут всех, а Путин приперся в другую страну, и убивает людей, и цель его, захватить кусок какой-то там земли, не только его, а всех этих остальных людей, которые там живут, представляете, это при том, что земли у них немеряна, и они свою землю не охраняют, там, если бы другие какие-то государства пожелали, они так легко заняли, ну, рядом с ними умные там какие-нибудь китайцы, зачем им это делать, зачем им кого-то убивать, они так спокойненько, тихонечко зайдут, 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 там, типа мы тут это, огородики разведем, деревья повырубаем, еще что-то сделать, вы понимаете, пропасть, лежит такая временная пропасть, между этой страной, и той страной, и этот Путин там пыжится, пыжится, и вообще-то вся Россия пыжится, и эти все типа, которые там убежали от него, по заграницу, пыжатся, пыжатся, вот эти имперцы, ноль, без палочки, я вот это смотрела, и у меня такие были мысли в голове, что делает там страна, а еще помогает там всем на свете, своих людей содержит, и что делает это, такая, такая разница, такая разница в науке, во всех этих, все телефоны, компьютеры, вот это все, 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 откуда это идет, оттуда, оттуда, боже мой, кошмар какой-то, надо Россию упразднить, должность президента, и Украине тоже, кстати, я, я, я думаю, что это лишнее, совершенно ненужное, вот там есть, там Рада, там Дума, вот, хай там и управляются, премьер-министры, из которой по экономике, а так коллективненько, все там приняли, порешали, зачем, зачем этот президент, он вообще никому не нужен, совершенно, абсолютно, если надо представлять, где-то там за рубежом, пожалуйста, для этого есть, Министерство иностранных дел, пусть представляет, я бы так сделала, экономия была бы такая, между прочим, не надо было бы на это тратиться, так, ну ладно, я, 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 как сказать, отдохнулась, посидела с вами на лавочке, я желаю вам хорошего дня, мои дорогие украинцы, я желаю вам, чтобы вам не сыпалось на голову, все это убийственное, ой, ну дождемся уже, выборов в Америке, страна, которая определяет международную политику, не очень многое зависит, но дальше будем посмотреть, надеемся на лучшее, а как же, человек надеется на лучшее, а я надеюсь, как бы сказать, на квартирку, чтобы она еще была, может и новенькая, может так повезет мне, пока, увидимся, Продолжение следует...